2 миллиона человек, 10 тысяч единиц тяжелой техники авиации. Битва на Курской дуге в 1943-м стала самым крупным танковым сражением Второй мировой. На поле боя попали и наши земляки. Их воспоминания в рубрике «Хроники Победы». В 41-м ему было 19 лет. Он работал трактористом. В первый год войны на эту профессию давали бронь. Поэтому повестка пришла Петру Дружинину только в 42-м. Из всех призывников отобрали механизаторов и отправили в танковое училище. На фронт он попал только в 43-м. И сразу на Курскую дугу. В историю битва вошла как самое крупное танковое сражение. В нем участвовали около 2 миллионов человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. Из-за немецкой авиации наша техника даже не успевала вступить в бой. Самолеты задушили нас. У нас тогда авиации там черта не было. А немцы, они пачками шли. По несколько, по десятке самолетов даже шли. Танк Дружинина подбили и экипаж отстал от колонны. Вступить в самое крупное танковое сражение им не пришлось. Но свой бой немецкой машине они дали. Идет новое пополнение наших танков. И идет танк один. И он с этой немеца пойму хлоп, и он загорелся в танк. Я хорошенько прицелился. Хлоп его. И его башня, как не бывало, слетела с этого танка. И все. Потом смотрю, другие танки идут уже свободно. А после налетела немецкая авиация. С тяжелыми ранениями ног Дружинин попал в госпиталь. Битва на Курской дуге в 43-м стала переломным моментом всей войны. Наша армия перешла в наступление. Но уже без Дружинина. Он вспоминает, как в медсанчасть пришел командир и сообщил, что бойца представили к награде. Орден у Красной Звезды и медали за отвагу. Только вручены они так и не были. Он всю жизнь вспоминал обещанные боевые ордена. Теперь за поиски в архивах взялись внуки. И может быть спустя 70 лет награда найдет своего героя. Лариса Соловьева, Максим Клюхин. Тюбненское время.